27 и 28 октября в нашем городе впервые прошел всероссийский слет студенческих отрядов проводников. Его открытие состоялось в концертном зале Омской филармонии. Событие объединило представителей 42 регионов, а также ДНР и ЛНР. По видеосвязи к участникам слета обратился губернатор Омской области Александр Бурков. Приветствую вас на Омской земле. Омский штаб студенческих отрядов много лет тесно сотрудничает с федеральной пассажирской компанией и координирует работу студентов-проводников. Спасибо вам за работу. Желаю вам успехов, благополучия, движения вперед и только вперед. В торжественной части заслуги отдельных студентов были отмечены почетными знаками и благодарственными письмами федеральной пассажирской компании и губернатора Омского региона. 2022 год войдет в историю нашей страны, безусловно. Результаты пассажирского лета войдут в историю железных дорог России. Результат был уникальный и без поддержки, помощи более 7 тысяч бойцов отрядов проводников, студенческих отрядов проводников, конечно, мы бы не справились с этой задачей и, наверное, не получили вы столь высокую оценку и от руководителя нашей страны. Вы проявляли, по сути, героизм. Вы проявляли потрясающее трудолюбие и профессионализм, выдержку и целеустремленность. И я уверен, что эти качества, этот опыт, который вы приобрели летом текущего года, поможет вам создать крепкий фундамент для дальнейшего и успешного движения вперед. Представители Омской области получили семь наград. Следом были вручены знамена лучших студенческих отрядов проводников по совокупности показателей. Их обладателями стали бойцы Воронежского и Томского отделения РСО. Мы здесь все проводники из разных регионов. У нас у всех свои какие-то правила, свои традиции. И это место классно тем, что мы здесь знакомимся, делимся и обмениваемся опытом. На базе Омского пассажирского вагонного депо состоялся федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Труд-крут». Молодые люди прошли тестирование, а затем выявляли в вагонах недочеты по сервисной и технической части. Познакомиться с новыми людьми из разных городов. Все равно нас объединяет что-то одно целое. Это все равно заряжает на будущий год. С своими ребятами что-то проводить, тоже взять себе опыт. А в Омском государственном университете путей сообщения прошло всероссийское совещание руководителей направления СОП и круглый стол по итогам целины 2022 года. Сегодня для омских студентов это возможность дальше развивать это направление. Слет звучит во всех вузах сегодня. И мы хотели бы вернуться к допандемийной численности. В этом году мы чуть больше 800 устраивали. До пандемии у нас работало еще 200 ребят в проводниках. Встречи идут прям беспрекрасно. Прямую первые лица со студентами задаются вопросы. Абсолютно любые. И они очень конструктивно. Каждый год слет проходит. Каждый год руководство принимает участие. И мы на сегодняшний момент, наверное, имеем самые тесные отношения по линии российских студенческих отрядов с консолидированным работателем. Это РЖД. Ну и в холдинге как раз находящаяся федеральная обслуживательская компания. Также участники слета посетили дискуссионные и образовательные площадки. Приняли участие в творческих мероприятиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова